Итак, прежде чем начинать разговор о понятии цифровая грамотность, то есть digital literacy, необходимо вспомнить о, наверное, более знакомом понятии media literacy или медиаграмотность. Это понятие вошло в оборот довольно давно, в 30-40-е годы. Его обсуждали и журналисты, и медиа исследователи, и медиа менеджеры. В общем, оно было связано с пониманием того, что медиа может стать пространством пропаганды, пространством манипулятивных практик, и человеку массовому, который в тот момент уже существовал, разумеется, необходимо каким-то образом транслировать представление о тех навыках и умениях, которыми он должен обладать, чтобы с этой информацией каким-то образом качественно коммуницировать, чтобы его, условно, медиа потребление было действительно качественным, ответственным, что очень важно. На данный момент направление медиаграмотности развивается довольно давно, очевидно, и сейчас в формате в том числе медиа образования уже вошло в учебные планы и программы дисциплин разного рода учебных заведений и программ подготовки. При этом, надо сказать, что это понятие развивалось не только с точки зрения педагогических практик, но и с точки зрения исследовательских. В 60-е годы в Британии возник Берлингемский центр культурных исследований. В конце 60-х его руководителем стал известный интеллектуал Стюарт Хоу, и их логика работы с массовой культурой несколько отличалась от того, что предлагали до этого медиаисследователи или журналисты. Они говорили о том, что массовый человек постоянно находится в окружении каких-то информационных поводов или форматов, в которые упакована информация. Это книги, это фильмы, это комиксы, мультфильмы, все что угодно. Габитус или идентичность этого массового человека формируется, исходя из тех форматов, которые он употребляет. Поскольку большие классические гуманитарные науки довольно редко обращают внимание на то, из чего состоит массовая культура, специалисты по культурным исследованиям предложили посмотреть на это внимательнее как раз для того, чтобы понять, что такое ответственное потребление и какие типы или форматы информации присваиваются людьми для того, чтобы они оформили свое представление об окружающем мире, свой горизонт этих представлений и так далее. Но мы сейчас должны осознавать, что с 60-70-х годов прошло довольно много времени, и понятие медиа уже распалось по сути. Мы сейчас не можем сказать, что мы существуем в мире, в котором транслируются разные медиа форматы и существуют разные каналы передачи информации. С точки зрения такого известного теоретика исследователя цифровой культуры и в какой-то степени раньше медиакультуры Льва Мановича, мы вообще существуем в мире, где для медиа места не осталось. Мы существуем в мире, где существует разного рода контент цифровой, где есть разного рода данные, где по-прежнему сохраняются какие-то знакомые форматы, где существует программное обеспечение, или то, что он любит называть софтом. И этот софт, в общем-то, создает некоторые сценарии моделирования, проектирования, редактирования и расшаривания медиа. Но за всем этим стоит не что иное, как цифровой код. Именно понимание того, что за каждой репрезентацией, которую мы видим, за каждой медийной репрезентацией стоит цифровой код, с точки зрения Мановича является некоторым признаком цифровой грамотности человека. И тут нужно учитывать, что все-таки Манович – это такой техноцентрист, и он считает, что, по сути, каждый современный человек, который хочет не выживать, а жить в цифровой среде, должен обладать минимальными навыками программирования или, по крайней мере, минимальными навыками, условно, считывания кода. Мы с вами прекрасно понимаем, что далеко не каждый человек в своей повседневной жизни сталкивается с необходимостью что-то кодить или вообще разбираться в этой проблематике. Однако очевидно, что мы живем в ситуации, когда цифра действительно обнимает нас всех, когда цифровая среда становится средой существования очень многих или, по крайней мере, таким пространством, где решаются очень многие вопросы, как жизненно важные, повседневные, так и профессиональные. И поэтому мы вынуждены сказать, что сам вот этот феномен, обсуждавшийся довольно давно, а именно цифровое неравенство, то есть неравенство в доступе к технологиям, он не очень работает. С точки зрения статистики, сейчас примерно 80% населения Земли подключены к сетям, к онлайн-режиму существования. Это означает, что, ну, хотим мы того или нет, но с Мановичем приходится согласиться. Цифра, она действительно везде, и с ней надо учиться работать. И это, по сути, нам такой маячок, что нужно разбираться с цифровой грамотностью, как некоторым приглашением к нарушению представления о том, что такое пользование вообще, и к наращиванию качества собственного взаимодействия с цифрой. Ну, по сути, потому что мы уже давно не просто пользователи, а производители. Мы постоянно пишем в блоге, транслируя свою авторскую позицию вовне, мы постоянно постим картиночки, показывая, как мы видим мир своими глазами. Существуют конструкторы сайтов, которые позволяют практически каждому специалисту создать для самого себя рабочее пространство. И это все фактически доказывает, да, мы живем в цифре, работаем с цифрой, и нам нужно понимать, что это такое. Если нам не очень подходит позиция техноцентристов, то можно обратиться к той логике, которую предлагает другой исследователь медиа, а именно прекрасный специалист Генри Дженкинс, который настаивает на том, что цифровая грамотность — это не обязательно только и исключительно техническая подкованность. Он говорит о том, что цифровая грамотность сочетает в себе, по сути, несколько типов грамотности. Первый тип — это, конечно же, то, что называется компьютерная грамотность. Вы должны понимать, что такое компьютер, как он устроен хотя бы на самом банальном уровне, условно говоря, как с ним взаимодействовать, что такое человекомашинное взаимодействие и так далее. Второе — вы должны понимать, как устроена информация. Это такая информационная грамотность. Вы должны понимать, как она передается, как она транслируется, как ее проверять, как она считывается, где она хранится, и это, конечно же, такой, по сути, допуск святая святых информационной эпохи в представлении о том, как собирается, архивируется и используется информация о каждом пользователе в любой момент времени. Еще один элемент цифровой грамотности — это грамотность, связанная с пониманием, что мы живем в ситуации сетей, что мы живем в ситуации сетевого сообщества, и это, конечно же, с одной стороны, сетевое сообщество, которое описывали еще социологи в доинформационную эпоху, с другой стороны, это, конечно же, сигнал о том, что мы все живем в ситуации информационных сетей, мы все живем в ситуации постоянного взаимодействия и интеракций, и это нужно учитывать. И здесь таким большим подспорьем могут служить труды Яна Ван Дейка, Барри Уэллмана или Мануэля Костельса, которые с 90-х годов и по настоящий момент описывают специфику цифрового, именно сетевого общества. Наконец, четвертый тип грамотности, который тоже укладывается в понятие цифровая грамотность, это грамотность, связанная с нашей работой в социальных медиа. И тут, собственно, Дженкинс настаивает на том, что мы довольно часто воспринимаем социальные медиа как такой инструмент развлечения, такую рекреационную зону. Но на самом деле, поскольку мы там все связаны довольно небольшим количеством интеракций, Facebook в свое время посчитал, что средний пользователь с любым другим средним пользователем связан примерно тремя лайками, тремя кликами, то это означает, что мы можем настраивать любые профессиональные коммуникации, решать любые проблемы, находить любого человека посредством именно социальных медиа. И в значительной степени это становится пространство для связи любого человека с любым другим. И этим тоже надо уметь пользоваться. Если суммировать позицию Дженкинса, то получается, что человек цифровой и грамотный должен обладать тремя типами навыков. Первый тип — это hardware skills, то есть это навыки, связанные с использованием с железом. Вот как мы взаимодействуем с компьютерами или, если совсем решать это понятие, с любыми устройствами, с любыми девайсами, которые позволяют нам выходить в сеть, например, или которые позволяют нам создавать какие-нибудь цифровые артефакты. Второе — это software skills, это уже навыки взаимодействия не с самим железом, а именно с программным обеспечением, которое как раз и открывает возможности для работы с контентом. И тут надо осознавать, что существует целое направление software studies, развитием которого занимается в том числе Лев Манович. Это люди, специально разрабатывающие технологии понимания софта как того пространства сценария, в который, собственно, и программируют человека на работу с машиной. И, наконец, есть третий тип навыков, о которых еще говорит Мартин Ноймайер, специалист по веб-дизайну, например. Это такие meta skills, это те навыки, которыми должен обладать любой человек в идеале, но в том числе и тот, который хочет работать в цифре и с цифрой. Это навыки мышления в широком смысле этого слова, это навык, он называет его dreaming, то есть конструирование предположения о том, что может сработать в качестве стартапа или какой-то идеи или прототипа. Это, по сути, пересоздание цифровой среды и стоящей за ней, условно, оффлайн-среды под что-то, что тебе может быть выгодно. Зачем нужно задуматься о цифровой грамотности, если мы все понимаем, что в определенной мере мы не сможем достичь абсолютного успеха в этой сфере? Ну, например, мы не пойдем и не станем все программировать сейчас. Во многом потому, что работа в цифре или понимание того, что мы можем в ней работать, создает новые перспективы и векторы развития человека. И частично является успехом выживания человечества в широком смысле этого слова. Например, с приходом цифры меняется, очень сильно меняется антропология человека. И это связано с появлением новых поколений, которые, если не рождены сразу внутри цифрового пространства, но довольно в значительной степени взаимодействуют с ним на таком базовом повседневном уровне с очень раннего возраста. Мы знаем, что с 2001 года существует такая, по сути, педагогическая концепция Прэнски о том, что существуют цифровые аборигены и цифровые иммигранты. То есть есть поколение тех, кто с цифрой дружит настолько, что считает, что это среда обитания. И это в основном такое подрастающее поколение. И их условные учителя, которые считают, что цифра это что? Это электронная почта, куда мне приходят периодические сообщения, и больше ничего. И эта концепция тоже постепенно меняется. Сегодня мы можем говорить о том, что существуют просто цифровые резиденты, то есть те, для кого это не просто среда обитания, а среда профессионального роста. И именно с этой средой связаны многочисленные надежды в этой сфере. И есть те, кто считают себя посетителями. Они периодически приходят, подключаются, но вовсе не уверены в том, что цифра когда-нибудь станет тем пространством, где можно решать все проблемы. Но если мы хотим действительно каким-то образом все-таки взаимодействовать с будущими поколениями, то нужно учитывать, что именно они развивают цифры, поколения 20-летних, 30-летних, и к ним нужно прислушиваться. Поэтому, кстати говоря, в зарубежной педагогике развито направление, размышление о том, какие 10, например, цифровых навыков нужны учителям. Эти плакаты вешают даже в кабинетах, с методической точки зрения. Это важная такая поддержка учительского сообщества. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что экономика тоже развивается в сторону разных онлайн-услуг. Гражданство и какие-то общественные организации, гражданские акты тоже приобретают некоторую прописку онлайн. И с этим тоже нужно каким-то образом взаимодействовать, потому что во многом это обеспечивает способность человека выйти за пределы привычных для него, например, границ бюрократии или чего-то подобного. Ну и, наконец, только человек, который хорошо понимает, что такое цифра, может оградить себя от информационного шума и устроить себе качественный информационный детокс. То есть, по сути, выжить в этой среде. Важно понимать, что цифровая грамотность — это не просто пространство спора техноцентристов с теми, кто относится к медиа менее или более оптимистично. Это вполне практически сложившаяся с практическими результатами исследований область, которые предлагают любым заинтересованным лицам такие гайды или инструкции по тому, как стать грамотным с цифровой точки зрения. Например, есть такой прекрасный исследователь Даг Белшоу, который настаивает на том, что можно выделить 8 ключевых принципов цифровой грамотности, и он их довольно четко прописывает в своих исследованиях. То есть, иными словами, тот, кто захочет стать грамотным с цифровой точки зрения, всегда найдет не только теоретические размышления, то есть склонят его в ту или иную сторону, но и практические рекомендации, которые позволят ему приблизиться к идеалу этого гражданина цифрового сообщества. Субтитры создавал DimaTorzok